Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые друзья! Как прибыли? Как настроение? Настроение хорошее. Гляжу на вас и сразу у меня такой вспоминается девиз, вспомните, раньше на телевидении был «Папа – моя спортивная семья». И на самом деле хотелось бы отметить, что сейчас многие пытаются вкладывать своих детей в своих чат, чтобы они росли. И обратим наших зрителей внимание, что на самом деле Давид Могилевский не просто так играет, которого, кстати, привел отец об этом, мы еще подробнее поговорим. Он показывает очень хорошие результаты. Ну и первый вопрос, давайте к герою всякие обратимся, к Давиду Могилевскому. Когда ты начал играть в теннис? Расскажи, пожалуйста. Я начал играть в теннис с пяти лет, мне очень понравилось играть в теннис. А тебя отец привел? Ну... Давид, расскажите теперь, вот как вообще оказалось, что вы сами ведь играли раньше в теннис? Да, я уже занимался, долгое время занимался, поэтому решил, чтобы сын пошел по моим стопам и, может быть, даже в неком роде он поднялся выше. То, что я знаю этот вид спорта, я могу дать ему какое-то наставление быть и как папа, и как тренер, как психолог, наставник. Поэтому выбрали теннис, отдали на теннис. Угу, хорошо. Уважаемые друзья, определяем то, что в очередной раз нашим спонсором, как обычно, является мобильное приложение Валахо. Номер один в Казахстане, каждый седьмой пользуется Валахо, в том числе и я. И сегодня у нас есть определенная миссия с нашими гостями, потому что вот этот пакет и кружка от Валахо, там есть внутри призыточнее от нашего спонсора. Присылайте свои смс на номер 3535, короткий номер, задавайте вопросы сегодняшнему нашему гостю Давиду Могилевскому или его родителям, в том числе. Лучший вопрос будет вознагражден как раз-таки вот этим сувенирным подарком от Валахо. Но я думаю, мы вместе с вами выберем. Поэтому запоминайте вопросы, кто как присылал, кто какие, какого качества, так сказать. Вот Денис сказал, что на самом деле Давид все-таки как тренер тоже он влияет на тебя, не только как отец. А часто ли тебя ругают за твои ошибки? Ну да, папа мой строгий. Иногда ругает меня за какие-то ошибки. А как ты относишься к этому? Ты привыкаешь к этому или ты наоборот начинаешь злиться? Нет, я же хорошо играю. Нет, я привык уже к этому. То есть ты берешь определенный анализ и из этого извлекаешь пользу? Да. Хорошо. Злата, теперь к вам такой вопрос. Вы как мать, многие матери пытаются, конечно, сберечь своих каких-то других моментов. Но теннис не самый, конечно, травмоопасный вид спорта. На самом деле очень такой, я бы сказал, жаргоном, кайфовый. И каким образом вообще так получилось, что вы поддержали решение Дениса отдать сына в этот вид спорта? Ну, так как мой супруг занимался теннисом, я, конечно же, доверилась ему, потому что у него есть опыт, у него есть знания, которые он может передать своему сыну. И, конечно же, как любая мама, я за то, чтобы ребенок занимался физической культурой, независимо от того, какая это культура. Он будет закаляться, повышается иммунитет, дисциплинирует ребенка. Поэтому для меня это было важно в любом случае, какой бы вид спорта ни был. Но теннис очень красивый вид спорта, мне нравится смотреть, наблюдать, как мой ребенок играет. Когда выигрывает, несомненно, радуетесь, а вот когда проигрывает у вас, какие чувства вас одолевает? Ну, я, наверное, как мама, больше как сторонний наблюдатель, в отличие от папы, веду себя. Я где-то поддержу, где-то порадуюсь, где-то утешу, когда он переживает за проигрыш свой. Ну, как любая мама, наверное, больше как психолог, чем как наставник, кем выступает папа. Хорошо, значит, у вас другая функция в этом плане. Да, у нас, получается, папа профессиональной, да, стороной занимается, мама больше психологической. Ну, вот у тебя... Он занимается дочкой, папа занимается сыном. Да, отлично. Градация у вас есть. Хорошо в себе. Ну, и плюс, видишь, как у тебя сложилось, функциональные обязанности родителей есть отдельно на тебя. Ну, и расскажи, пожалуйста, вот ты впервые пошел на тренировку, у тебя были первые месяцы изнурительные, потому что все знают, что теннис – это очень сложный вид спорта. Я сам, когда ездил снимать разные репортажи, проекты, пытался просто попасть по мячу. Ракетка, я не смог раз в 10 попасть, уж точно. Расскажи, что тяжелее тебе далось на тренировках первых? Ну, на первых тренировках, думаю, все тяжело дается, но если попытаться, думаю, получится в один мяч хотя бы перебросить. То есть прям все было абсолютно тяжело? Ну, да. А не было такого легкого для тебя? То есть ты мог бы спокойно к сетке убежать или принять хороший мяч сразу же? Ну, я не помню, но я думаю, бывало иногда такое. Ну, в основном тяжело было все-таки? Да. Интересно. Хорошо. А вот вы, как все-таки наставник, как человек, который в теннисе разбирается очень хорошо, вот что вы отметили бы у него на первых тренировках? Я считаю, что он неплохо идет для своего возраста, опережает даже, может быть, в неком роде. В принципе, у него неплохо получается, когда мы пошли, отдали его в 5 лет, были какие-то у нас дискуссии с тренером, мне говорили, что не стоит там заморачиваться именно на технику, допустим, хотя я сказал, что нет, техника это в первую очередь, то есть это как база, да, то есть когда, допустим, там строительная фирма какая-то строит дом, она, естественно, закладывает фундамент. И чем фундамент крепче, тем дом будет стоять более надежно, да, можно поднять его выше. Так же, в принципе, и в теннисе. То есть мы сделали ставку именно на технику, на базу. Хотя, допустим, такой вид спорта, что на самом деле задействовано там не только, там и физическое должно быть развитие, и умственное развитие, то есть должен за два, если мы уже говорим, конечно, о профессиональном уровне, предугадать за два хода, куда соперник будет бить, отбить мяч. То есть много очень, на самом деле, нюансов таких, где... Щепетильных таких моментов, конечно. Хорошо. Вот конкретно, вот если уже говорить про его успехи, вы говорили, отмечали, мы до этого на всем, кто уже обсуждали про это. 9 лет ибо он обыгрывает ребят, которые на два года старше него. И вот какие успехи у него пошли уже после первой успехи, можете рассказать об этом? Ну, вы знаете, да, он обыгрывает, бывает, он, как правило, мы его ставим в старшую сетку, потому что, в принципе, он поиграл по своему возрасту, он, как бы, показал, доказал, что он лучше в своем возрасте, поэтому мы стали, как бы, пошли дальше, стали ставить его в более, более старшую группу. Конечно, были и проигрыши, были и выигрыши, но, в принципе, он держится, как бы, на уровне. И это, опять-таки, да, это все познается в сравнении, и это опыт для него же, да, что, к чему стремиться. Хорошо. Друзья, напоминаем еще раз, вы можете отправлять смс-сообщение на номер 3535, задавать свои вопросы. Давиду Могилевскому, теннисист, юное одарование тенниса в нашей республике, 3535, еще раз. Лучший вопрос, кстати, будет вознагражден призом от компании LALAFO. Ну и вопрос теперь уже непосредственно к Давиду. Расскажи, пожалуйста, о своей технике игры. То бишь, тот же самый Джон Изнер, известный американский теннисист, он надеется на свою подачу. Рафаэль Надаль, который тоже левша, как и ты, он очень такой агрессивный теннисист, он к сетке часто убегает и за счет своих скоростных возможностей делает игру. Расскажи, что у тебя лучше всего удается и какая твоя, так сказать, фишка в игре? Ну, я по-разному играю. Иногда к сетке выхожу, но в основном я люблю выходить к сетке, но я все равно играю по-разному. То есть ты универсал? Ну да, по настроению. По настроению. А вот вы все-таки тренер еще же отдельный есть, кроме вас еще. А вот и что можете тренера рассказать? Как вообще тренер вам? Ну, у нас получается, если так брать вместе со мной, то три тренера. Папа тоже является и тренером, и наставником, и психологом. Есть тренер, где он, допустим, мы чередуем, где не уходит в группу, там их трое занимается, и день он уходит на индивидуальные занятия, то бишь спарринг-партнер. То есть мы как бы выбрали более такой, скажем так, профессиональный уже уровень, ну и стараемся держаться этого направления. Вот. Тренера, в принципе, у нас вообще в Кыргызстане очень неплохие, неплохая школа тенниса. Вот. Поэтому занимаемся. И работаете. И работаем, да. Вообще не первая, извиняюсь. Кто твой любимый теннисист? Давид, кто твой любимый теннисист? Мой любимый теннисист – это Роджер Федор. Мне нравится его техника. Как он по задней линии мячи кладет, да, наверное, нравится очень? Да. А тебе нравится его спокойствие? Потому что во многих матчах он, даже если проигрывает, очень спокойно вообще. Не видно было ни капли у него сомнений. Ну да, он спокойный. А вот ты делаешь какие-то такие шаги к тому, чтобы, когда даже тебе тяжело во время матча, чтобы тоже таким же спокойным было? Ты злишься вообще во время матчей? Бывает, ракетку бьешь, а в корд, как Нолок Джокович это делает? Нет. Нет, то есть ты спокойный внутри? Да. То есть ты уже чуточку Роджер Федор? Ну, можно так сгибать. Бывает. Хорошо, ладно. Мне кажется, даже это его плюс, потому что он рассказывает, что многие дети, они кричат на корде, когда играют там «Камон», «Давай», но он ведет себя очень спокойно, когда проигрывает, он не кидает ракетки, он там не злится. Мне кажется, это тоже плюс, однозначно. Потому что надо принимать проигрыши и победу одинаково, достойно всегда. Да, нужно научиться достойно проигрывать, чтобы потом выигрывать. Хороший выбор федоровец, кстати, очень классный, я тоже одобряю. Где можно бешкейки заниматься с одним самосообщением? На самом деле у нас очень много кайнисных клубов. Последние, наверное, лет пять появилось еще больше, потому что у нас в свое время была проблема, это зимнее время года, потому что не хватало залов, были залы, арендовали школы для тенниса. Естественно, там баскетбольные были поля. Вот, поэтому цели направлены в теннис, как бы, ну, больше была, наверное, вообще физическая какая-то подготовка. Сейчас появились залы, да, где можно заниматься, в принципе, есть разные залы, где вам ближе, надо, опять-таки, да, какой зал для вас ближе. Финансовая тоже часть немаловажна, потому что все, теннис вообще на самом деле, как бы, очень дорогой вид спорта и требует затрат. Да, то есть можно пойти отдать, допустим, секцию за тысячу сомов, можно отдать в секцию, допустим, за 15 тысяч сомов. Ну, к примеру, где Давид занимается? Ну, Давид занимает индивидуально, вот, как бы это стоит недешево, скажем так, потому что мы уже как-то стараемся перейти на более профессиональный уровень. По поводу финансов, с этим мы с вами потом переговорим, отдельный вопрос будет. Хорошо, извиняюсь, сейчас специально для наших телезрителей, ну, и для Давида, потому что он сам не видел конечный вариант, и для вас в том числе, наш корреспондент Абдул Аджиспалиев подготовил специальный такой сюжет, трехминутный, про Давида, про вообще его тренировки, и давайте внимательно посмотрим, будем вместе с вами лицезреть внимание на экран. Большой теннис – отличный вид спорта, в котором прорабатываются все группы мышц. Данным видом спорта могут заниматься люди от 3 до 77 лет. Нужно сказать, что такой вид спорта считается одним из самых полезных для детей. Как вы знаете, в процессе игры необходимо постоянно сосредотачивать внимание на мяче, поэтому ребенок будет вынужден не только задействовать мышцы тела, но и мышцы глаз. Дети, которые занимаются теннисом, всегда активны и менее болезненны. Именно с такими намерениями отец Давида записал сына на данный вид спорта. Ну, по-своему, теннис для человека, который играет – это жизнь. Это жизнь, он должен любить этот вид спорта, он должен жить этим видом спорта. Вот, ну, лично мне очень нравится вид спорта этот, так как я сам занимался долгое время. Ну, я вообще не хотела переходить в другой спорт. Мне нравится этот спорта, теннис. Стоит поработать над подачей, чтобы стабильнее было, чтобы чаще попадало. Больше всего мне нравится, когда или подаешь, или там с лету играешь, и когда слева, там справа. Давид для своего возраста показывает очень хорошие результаты, но, несмотря на это, ему предстоит еще много работать над собой. В этом Давиду помогает его тренер Николай Беляев. У каждого спортсмена есть сильные и слабые стороны. У него, в принципе, ну как, мы работаем над этим, исправляем его ошибки. Слабые стороны – это его ноги. Как раз у нас работа происходит каждодневно, это вот работа ног. Перспектива есть, но у любого спортсмена есть перспектива. Все зависит от него. Потому что, так же, как любой человек, он растет. И со временем мы уже посмотрим, что из него получится. Вместе с Давидом тренируется еще и его друг Аймен. Он занимается теннисом с четырех лет. Эти товарищи по корту познакомились два года назад. За это время теннисисты очень хорошо изучили и сильные, и слабые стороны друг друга. Он хороший соперник, но я думаю, ему еще надо работать над точностью, ну, чтобы в ауту не попадал там. Плюсы, то, что он иногда может разводить, разводить, и иногда я не могу отбить. Анина, расскажи теперь, оцени игру своего соперника. Давид хороший соперник, с ним очень сложно играть. Когда особенно ему под лево кидаешь, он сразу может убить этого человека и его соперника. У него очень хорошая подача. Он хорошо тренеру, этот играет у сетки и с мышечки хорошо играет. Ну и вот замечательное видео мы вместе с вами посмотрели, про Давида и вообще про его тренировки. А теперь давайте к финансам обратимся. Одна из самых таких щепетильных тем в нашем спорте крыльевском. Все-таки вы, насколько я знаю, сами оплачиваете все выезды, витамины, тренировки, как вы уже отметили. А государство что-то делает вообще? Вообще что-то есть? Федерация работает или госкомспорт и так далее? Вы знаете, да, есть у нас федерация тенниса. Мы слышали, что она у нас существует. Нет, мы ездим полностью тренируемся за свой счет. Ну, как я и говорил уже, теннис это индивидуальный вид спорта. И на самом деле это не только в нашей стране такая проблема. Это во многих странах. Хотя, если взять, допустим, тот же соседний Казахстан, то там, в принципе, очень хорошо развивается на сегодняшний день теннис. Если мне память не изменяет, за 2012 год 45 миллионов долларов – это бюджет тенниса в Казахстане. То есть, если взять, допустим, сравнивать его с российским бюджетом, там 8 миллионов. То есть, в 5 раз выше. Но у нас, к сожалению, с этим, я думаю, проблемки есть. Потому что, опять-таки, теннис индивидуальный. И это не командный вид спорта, допустим, как тот же футбол. У нас очень много, на самом деле, очень таких перспективных ребят и в теннисе. И, не знаю, в футболе у нас очень развита борьба, бокс, да. Но теннис, к сожалению, чуть-чуть хромает, наверное. По поводу заграницы мы заговорили. Теперь вот сейчас 9 лет Давиду. Он показывает хорошие результаты. Часто выезды, выезды, он играет с другими игроками. И когда ему наступит, ну, примерно 13-14 лет, думаете ли вы об этом, чтобы его отдать вообще в школу тенниса за границу, чтобы он выступал там, ну, к примеру, как Мария Шарапова за США, то есть за Россию выступала, но в США тренировалась, жила, и, соответственно, она в одно время была первая рекомера. Да, мне тяжело, конечно, забегать наперед. Но есть в планах такое вообще? В планах, возможно, да. Были такие мысли, конечно, что до определенного возраста, но здесь, знаете, дело не в том, что даже где ты находишься, где ты тренируешься, просто ты доходишь, это касается именно тенниса, ты доходишь до определенного уровня, и, допустим, это где-то 13-14 лет, после чего тебе просто необходимо выезжать, чтобы зарабатывать рейтинг, чтобы как бы выступать, чтобы подниматься выше, потому что претендентов, на самом деле, очень много в теннисе, и вот, допустим, за всю историю Кыргызстана, я знаю, что у нас вот из девочек это Палкина Ксения, она поднималась в 200 входила, это просто, ну, супер, на самом деле, результат для нашей страны, вот, из мальчиков Адулдаев поднимался, по-моему, в 600 входило, это вот за всю историю, допустим, и чтобы в теннисе как бы продвинуться, это надо много ездить, то есть тут помимо, тут должна еще и практика проходить, помимо тренировок, поэтому у нас ребята, как правило, доходят до определенного уровня, а потом уже, как бы, ситуация обстоит так, что надо выбирать либо учеба, либо теннис, к сожалению, да, у нас государство теннис, может быть, менее финансирует, нежели, допустим, если сравнить с Казахстаном, вот, допустим, в Казахстане, опять-таки, приведу пример, там, допустим, по каждому году первых четверых детей датируют полностью государство, то есть выезд, проживание, питание, перелеты, гостиницы, тренера. У нас, конечно, тут в первую очередь, это папа с мамой. Угу, хорошо. А сейчас еще одно сообщение прервемся. У моего ребенка хронический бронхит. Можно ли заниматься ему теннисом? Ну, вы знаете, я не вижу, на самом деле, ограничений. Я думаю, даже наоборот, нужно заниматься. Просто все, конечно, должно быть в меру, вот, не переусердствовать. Теннис могут заниматься, скажем, от 3 до 70 лет, и не обязательно всем быть профессионалом. Это просто сама по себе очень интересная игра, потому что, может быть, я в какой-то мере захотел, чтобы мой сын пошел дальше, потому что я сам занимался, потому что, как бы, естественно, я хочу, как отец, дать ему больше, то, что я уже прошел, то, что я уже видел, чтобы он, может быть, каких-то ошибок моих не допускал, а поднимался еще выше. Кстати, улучшенную версию Дениса Могилевского в лице до Ида. Ну, можно так. Хорошо. Злата, по поводу того самого вопроса, если он 13-14 лет вдруг за границу решить отправить, каково ваше мнение по поводу этого? Как мать, отец. Отцу, я думаю, чуть легче будет отпустить за границу, а вот вам как ситуация будет? Ну, в этом возрасте, наверное, Давид уже будет самостоятельным, взрослым. Если у него будет настолько жгучее желание заниматься дальше теннисом, достигать результатов и высот, конечно, я поддержу его в этом начинании, потому что, ну, если человеку нравится, нужно, конечно же, идти дальше и добиваться успехов. А зачем тогда жить? Должна же быть какая-то цель. Классно. Наше будущее. Вот и поддержка тебе с двух сторон. Хорошо. Расскажи, кто твой самый сложный соперник, с которым ты встречался в своей жизни? Ну, легких соперников не бывает, но… Помнишь ли ты вот этого самого сложного? Ну, я точно не помню, но есть ребята, которые тоже не очень хорошо играют. Они нехорошо играют, но с ними все равно как-то не очень легко играть, потому что, когда они начинают играть, они могут тебя укоротить, и ты начинаешь подстраиваться под них, и не так хорошо начинаешь играть. А вот, когда ты играешь со сильным, ты понимаешь, что ты уже можешь, ну да, терять нечего, и начинаешь выкладываться на все 100%. И из-за этого тяжелее всего… Ну, не тяжелее всего, но тоже тяжело играть со слабыми соперниками. А теперь вопрос про учебу. Не мешает ли спорт учебе твоей? Ну, иногда бывает домашнего задания много, но на тренировку надо идти, и я иду иногда, не успеваю заделывать. А что ты говоришь, если вдруг не сделаешь из-за тренировки задание домашнего? Как отмазываешься, как обычно принято у начальных классов учителя? Ну, не как, просто говори, зачем он не успел. Оценками в дневнике. Вы как считаете, вообще учебу не мешает? Я считаю, что, конечно, он должен и всегда ему говорим, я лично объясняю, что ты должен везде показывать успехи, не только в спорте и в учебе, потому что никто не знает, как сложится жизнь, да, и теннис – это тоже спорт, и как любой спорт, он травмоопасен, и все может быть, да, поэтому ты должен, говорю, и учиться, везде успевать стараться. Хотя, допустим, для ребенка, я считаю, что у него очень такой жесткий график, он учится в частной школе, плюс он делает, конечно, там уроки, потом забираю его, везу на тренировки, там он играет, ну, бывает час, в основном, два часа у него тренировки, приезжает, соответственно, у него нет времени уже ни на что другого, ни на что другое, вот. Ну, как бы, соблюдаем режим, по крайней мере, я как бы… Пытаюсь, держи руку на пульсе, да, в этом этапе. Так, еще одно само сообщение, есть медали? Ну, у меня есть медали, бывали и первые места, бывали и вторые, иногда и третьи, ну, может, у меня сейчас, на данный момент, может, 10 медалей, первых мест, наверное, три-четыре, ну… А какая твоя самая ценная медаль из этих всех 10 медалей? Ну, ну, сам, сам, самые ценные, это, конечно, первые места, но я не могу сказать, какая из них самая лучшая. Они все для тебя всякие? Да. Хорошо. Вот ваши знакомые, вопрос с обоим родителям, ваши знакомые, ведь друзья ваши видят, как вы вкладываете в свое ребенка, не только финансово, но и эмоционально, психологически, физически, в общем, постоянно с ним носитесь именно по этому виду спорта, пытаются тоже, вот, как вы сказали, взрастить из него крутого спортсмена в будущем. Не говорят ли они вам, ну, зачем, это вам нужно, ведь особо теннис у нас не развит в нашей стране. Ну, знаете, как правило, мы прям с таким не сталкивались, наоборот, они как-то поддерживают, говорят, что правильно, да, что уделяете много времени сыну, и учится он, и занимается, что дети – это наше лучшее вложение, и мы стараемся для детей так же, чтобы они потом в дальнейшем старались для своих детей, это как бы наша цель. Наверное, как сказал Баста, я буду петь голосами своих детей, да? Хорошо. Давид, вопрос такой к тебе, ты ведь посещал турниры, множество турниров к своим девяти годам, какой вот самые твои впечатления? Расскажи вот от выезда, может, от кого-то, или от кого-то турнира, который тебе очень сильно понравился прямо, и где это было? Ну, вообще, у меня не было выездов, я здесь играю, как у меня, ну, хотели выезд, ну, сделать выезд, я начинал болеть, и так было два или три раза, ну, мне нравится, когда меня на соревнованиях зовут, у меня много уже знакомых на соревнованиях, мы любим с ними разговаривать. Угу, хорошо. По поводу выездов, да, мы планировали в этом году уже начать выезжать, единственное, чуть-чуть, были моменты, приболел, мы не смогли выехать, но вот через неделю мы собираемся съездить в Израиль, чтобы он там выступил, сыграл на соревнованиях, ну, и с этого года, в общем, как бы планируем уже начать выезжать, не только по Кыргызстану играть, но и в ближнем, и дальнем, может быть, зарубеже. Как раз-таки вы уже ответили на этот вопрос о самосвещении, какой турнир впереди? Вот, Израиль, через неделю вы сказали. Да, ориентировочно через неделю мы поедем. Мы желаем успехов и первое место только. Даже если не первое, а самое главное, какие-то, какую-то пользу извлечь из этого турнира. Хорошо, по поводу теперь турнира самого, какой турнир вашего сына вам уже запомнился? Вот, для вас, Денис, и для Златы отдельно, может, у вас есть к этому мнению. Я так не могу сказать, однозначно. Вот, вы сидели и смотрели, вот, ваше чадо играет и вы думаете, вот, на самом деле, он в этом турнире очень круто играет. Или какие-то более запоминающиеся моменты, потому что, отрезки. отрезки. Потому что, ну, естественно, или как любому отцу, приятно, когда твой сын побеждает, когда твой сын выигрывает, где-то ты какие-то моменты запоминаешь, розыгрыши, где-то ты не хочешь запоминать какие-то моменты. Поэтому, тут однозначно не могу, конечно, ответить, но в целом, мне не нравится его подход, мне нравится, как он занимается, его отношение к спорту. Хорошо. Злата, вот такой же вопрос к вам. Ну, я тоже не могу сказать, однозначно, что какой-то турнир мне понравился больше. Всегда интересно наблюдать за этой игрой, потому что играют дети, они играют так искренне, интересно за ними наблюдать, они выкладываются полностью. Мне кажется, даже они получают просто удовольствие от игры, они просто, чтобы победить, просто получают удовольствие. Я думаю, тоже Давид, пока получают удовольствие, когда он повзрослеет, он уже будет работать на результат, на победу. Хорошо. Давид, такой вопрос теперь к тебе. Некоторые спортсмены рассказывали, что когда такая же ситуация, когда у них была, когда отцы, матери их поддерживали, возили на разные турниры, при победе, либо при хорошем выступлении они их награждали там хот-догом или мороженым, или покупали игрушку какую-нибудь, или еще что-нибудь такое. Есть ли у вас такая традиция в семье, что ты выиграешь, и тебе родители говорят, вот мы тебе купим то. Ну, иногда бывает там что-нибудь такое, бывает там хочешь, сходим куда-нибудь. Иногда ходим, иногда, например, из-за сестренки не получается, она часто болеет. Как тебя папа мотивирует? Чем тебе мотивирует? Давай я тебе куплю то, если ты выигрыш в турнир, к примеру. Такое есть у тебя? Ну, да, бывает. Хорошо. А вот тебе поподробнее от вас, наверное, хотелось послушать. Ну, бывает, да, я ему, как бы, чтобы дать какую-то мотивацию, ему говорю, допустим, если ты там выигрыш этого соперника, либо займешь первое место, я тебе сделаю то-то-то, либо как-то дам, допустим, какие-то денежки, ну, в твою копилку, да, которую ты там копишь, собираешь. Опять такие, то есть я стараюсь не баловать, допустим, своего ребенка, да, чтобы он тоже понимал, для чего, как бы, это все делается, чтобы была какая-то мотивация, стимул, потому что, естественно, допустим, я дал в 5 лет своего ребенка заниматься теннисом, потому что в большей степени я этого хотел, нежели он. Как родитель, я могу только дать направление своему ребенку, я не могу за него, то есть если у него будет желание, будет любовь к теннису, там, неважно, к любому виду спорта, да, то он будет показывать результаты, ты не можешь насильно заставить человека играть, поэтому, как родитель, я просто пытаюсь дать ему направление, а там, как он уже пойдет, и что он выберет, это его право, и у нас неоднократно были такие разговоры, что, Давид, пожалуйста, если ты хочешь заниматься там плаванием, ты скажи, проблем нет, да, там, хочешь футболом занимайся, не обязательно заниматься теннисом. Но он выбрал теннис. Но он выбрал теннис. Я не скажу, что может быть найти, там, у него прям такая бешеная любовь к этому виду спорта, но это, к этому приходишь. Допустим, я могу судить по себе, у меня папа тоже из-под палки гонял заниматься, и только лет в 11 я полюбил этот вид спорта, и по сей день я его люблю, и бывает даже иногда я играю, я уделяю внимание также, все время проводим с Давидом, мы беседуем, проводим беседы, анализ, ну, и тому подобное. Хорошо. Еще одно самоупрочение, ты большой молодец, успехов тебе наш Федерар. Вот тебе уже, твой поклонник, наверное, пишет. Спасибо большое, от Давида тоже. Ну и, конечно же, если уж говорить конкретно про сам теннис, это на самом деле очень сложный вид спорта. Бывают ли такие моменты, когда вы дома сидите, разбираете тактические игру? Да, вы знаете, мы, наверное, после каждого матча, после каждого игры, после соревнований, мы, после каждой тренировки, в принципе, мы разговариваем, да, делаем анализы, и я пытаюсь подвести так, чтобы ребенок сам сделал из этого вывод, где минусы были, где его плюсы были, чтобы он, ну, делал анализ, чтобы он анализировал, чтобы он мог сам разобрать игру. А вот про Роджера Федерера мы сказали, вот вы, есть ли у вас какой-нибудь такой теннисист, на которого вы советовали бы равняться Давиду и, может быть, другим юным теннисистам? Ну, вы знаете, так конкретно, наверное, нет, я бы хотел, может быть, чтобы от каждого из, вот, именитых, да, игроков, скажем, там, тот же Роджер Федерер, мне нравится, там, его техника, мне нравится его артистизм, как он играет, его чувство мяча, если взять, допустим, того же Рафаэль Надаль, то мне нравится, как он вообще двигается по корту, физическая его форма, да, вот, поэтому, чтобы, может быть, унаследовал от всех понемногу и что-то вышло свое под названием Давид. Такой производный, от всех лучших теннисистов. Хорошо. А вообще, вы сами, как бы думали, что самое важное в теннисе? Понятно, что это универсальность хороша, но, что лучше, иметь хорошую подачу, либо же передвижение по корту, иметь заднюю линию, подачу под заднюю линию, либо же к сетке выбегания? Ну, тут однозначно не ответишь, что все должно быть в комплексе, и подача, и игра у сетки, и атаки, и слета, тут все в комплексе. Я говорю, теннис, это такой вид спорта, то, что здесь, на самом деле, развивается все, и координация, и физическая, и ноги, и руки, я не знаю, да, ну, очень много факторов, поэтому, тут все должно быть взаимосвязано. Хорошо. Давид, расскажи про свою лучшую игру в карьере, которую ты считаешь, это не обязательно выигрыш какой-то, где тебе все давалось, прям все получалось, в какой игре, можешь вспомнить? Ну, нет, я не смогу, но думаю, бывали такие игры, когда я хорошо играл, например, на, ну, недавно были соревнования, первую игру, вторую нормально сыграл, а потом, не очень хорошо. Ну, он проиграл мальчик, который на три года старше его, скажем так, и был второй, то есть, наоборот, извиняюсь, выиграл мальчика, который был второй Сейн, и старше его на три года, поэтому, в принципе, конечно, и для меня, как для папы, и для него, это хороший результат, хотя тоже объясняешь, да, то, что ты не один занимаешься, занимаются все дети, и чтобы быть, ты должен еще больше прикладывать усилий, то есть, проводим, конечно, и беседы, и постоянные какие-то. Хорошо, то есть, в плане психологии тоже работа постоянно проводится? Безусловно, это, наверное, даже в первую очередь. А, Давид, расскажи, вот твоя мама говорила о том, что некоторые дети начинают кричать, come on, и так далее, и тому подобное, но вот как ты себя настраиваешь, как ты себя поддерживаешь, вот ты выиграл, например, подачу, вот ты выиграл гейм, ты выиграл сет, ты выиграл игру, ты выиграл розыгрыш, как ты, там, ты не кричишь, но вот как ты себя вот подбадриваешь в этот момент, и внутри? как бы я, как бы про себя говорю, ты молодец, он очень спокойный, если да, я вижу, дети как-то эмоционально играют, знаете, с одной стороны, я сначала переживал за это, потому что я вот смотрю, допустим, другие дети, они как-то выплескивают, эту всю энергию, перед том, когда они играют, допустим, он же нет, он держит все в себе, с одной стороны, может быть, да, есть в этом и плюс, есть, конечно, минус, все, как говорится, относительно, вот, допустим, плюс то, что он более психологически устойчив, а минус может быть, что вот эту отрицательную энергию порой надо выкинуть, а он не делает этого, то есть, по игре он очень спокойный, наверное, больше в момент его игры переживает, нервничает, папа. Хорошо, представь ситуацию, Давид, побеждаешь, счет 5-4, второй сет, первый ты выиграл, второй сет ты побеждаешь, 5-4, подача твоя, счет 40-15, твоя польза, какие мысли тебя одолевает в момент подачи, это и самое последнее, которое может стать решающей? Ну, я попытаюсь ее забить, и если он сможет отбить, я попытаюсь другой мяч, попробовать ему. Ты второй мяч, как и все, подаешь, тоже слабовато, или хочешь прям посильнее вторую подачу подавать? Ну, иногда бывает, что второй мяч сильно, блин, просто. Рискуешь? Да. Хорошо. А вот в момент, когда ваш сын выигрывает, именно конкретно, что вы можете подчеркнуть в плане его поведения, потому что он-то говорит про свои какие-то моменты, ощущения, вот что вы видите в нем в этих выигранных матчах? Ну, как я сказал до этого, то, что он спокоен, конечно бывает, и может расстроиться, то есть, теннис такая, на самом деле, игра, что, как Давид, кстати, говорил, возможно, если соперник, допустим, ниже тебя на голову, то с ним несколько тяжелее играть, психологически, то есть, игра может длиться и час, и два, и три часа, матч, вот, поэтому тут должен психологически быть готов, но то, что вот у него, вот это есть уравновешенность, то, что он как-то спокойно, мне это нравится, хотя, с другой стороны, я тоже, наверное, думал, что, может быть, стоит и выплескивает, но вот, он такой, как он есть. Молодцы, удачи вам, СМО сообщение. Еще второе СМО сообщение, когда вырастешь, кем хочешь стать, Давид? Я еще не решил, но не знаю, почему, я хотела стать каким-нибудь доктором. Доктора. Отлично. А в теннисе, какой бы турнир ты хотел бы выиграть? Ролан Горос. Ролан Горос, именно, то есть именно твой козырь на грунте играть? Тогда придется чем-то жертвовать, Давид, либо врачом, либо Ролан Горос выигрывать. Так не получится. Что лучше, стать врачом или выиграть Ролан Горос? Выиграть Ролан Горос. Тогда мы тебе желаем удачи, чтобы ты выиграл Ролан Горос. А врача можно и потом поработать, в принципе. Это одно другому не мешает. Хорошо. Вот уже постепенно подходит к концу наш эфир. Давайте вспомним все эти СМС-сообщения, которые были. Какой самый лучший для вас был? Какое СМС-сообщение должно вознаградиться от нашего спонсора Волвафо? Там были слова поддержки, были вопросы про кто-то любимый теннисист, были вопросы по поводу тренеров. То есть, в общем, тут конкретно что запомнилось вам больше всего из этого? Думаю, давайте спросим у Давида. про хронический бронхит еще было просто это тоже интересно. мне понравилось, ну, когда про меня сказали, что я Роджер, ну, удачи Федора. Роджер Федера. А вопрос именно, это же не просто вопрос именно. Я думаю, мне больше понравился вопрос про то, что написали ребенок болеть бронхитом и мне больше понравился. Выразили. Да. Может, мне такой же? Нет, мне, честно говоря, понравился вопрос, где спрашивают, где можно заниматься теннисом, то есть люди интересуются, людям интересно, родителям, наверное, мне кажется, стоит вознаградить их. Давай, такой брейншторм сейчас сделаем. Давид, выбирай. Либо ты за маму сейчас, либо за папу. Давайте, кто-то пустит, выбери Давид, папа с мамой высказали свое мнение. Тебе вот пища дает для размышлений. Бронхит или где заниматься теннисом? Мама, наверное, я так думаю. Ну хорошо, в принципе, не принципиально. Спасибо, должен сказать, человек, Давиду и Злате за то, что кто-таки получит приз от спонсора. Ну и подходит к концу эфирного времени. Сейчас мы буквально по 30 секунд каждому даем, чтобы глядя в камеру уже пожелали свои какие-то моменты для зрителей, может быть, для нашего государства, для канала и так далее или тому подобное, чем с вас, Злата. Ну, я хочу пожелать всем родителям, кто хочет отдать своих чат, заниматься теннисом, что это на самом деле возможно, это недорого, можно отдать в любую секцию, и секции есть разные по цене, поэтому ищите, находите, отдавайте, ребенок обязательно должен заниматься спортом, это и физическое здоровье его, и умственное, и дисциплина, поэтому, я думаю, даже, наверное, мамы должны взять инициативу в руки, найти теннис или секцию, где можно заниматься, и направить папу, сказать, вот, где-то там можно позаниматься. Хорошо, спасибо. Давид? Я должен знать, что ты думаешь, ты скажи, что ты хочешь пожелать? Ну, я хочу, чтобы все ходили в теннис, мне нравится ходить в теннис, пусть все ходят и тоже становятся чемпионами, ну, я желаю удачи в этом. Можете передать привет друзьям даже если хочешь? Ну, если кто смотрит, привет, Богдан, Умар, и, ну, вообще, кто смотрит из моих знакомых, всем привет. Хорошо, вот, привет вам всем от Давида. Ну, и давайте завершающий Денис. Я хотел бы пожелать всем спортсменам нашей страны процветания, успехов, неважно, чем ты занимаешься, любой вид спорта, на самом деле, он уже заслуживает уважения, если говорить о профессиональном уровне. Я желаю благ, чтобы продвиг, как сказать правильно, прославляли нашу страну, поднимали наш флаг, чтобы играл наш гимн, побольше успехов, ребята, ну, и самое главное, здоровья. А мы, в свою очередь, желаем того же самого и вам, и желаем, чтобы на самом деле Давид прославлял нашу республику и вашу семью, такую маленькую республику в этой большой республике среди 6 миллионов человек. Ну, и уважаемые телезрители, сегодня, я думаю, очень был хороший эфир, потому что в гостях была семья Могилевских, это люди, которые очень близки к теннису, в особенности Давид Могилевский, который сейчас свои 9 лет обыгрывает ребят постарше, у него уже, как он сказал, 10 медалей на его счету, и скоро турнир в Израиле, давайте все вместе мысленно, кто увидит его на улицах, кто увидит его в школе и так далее и тому подобное, пожелает удачи, а перед этим турниром. Спасибо вам, уважаемые гости, за то, что вы все-таки посетили нашу студию, мы желаем всего-всего самого наилучшего вашему сыну, чтобы он на самом деле добивался успехов, ну и здоровья дочки, потому что здесь Давид сказал, про то, что бывает частенько болеет. Ну и, уважаемые друзья, завершаем наш эфир, еще раз, Давид Могилевский, Денис Могилевский и, конечно же, Злата Могилевская были у нас в студии. Занимайтесь спортом, уважаемые друзья, всегда будьте за здоровый образ жизни, всего доброго, увидимся ровно через неделю в этой студии в 19.15. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин